Так, сегодняшний турец. Начался бодро, как всегда. Закончился тоже в стадии бодро. Как всегда. Ладно, перейдем к самому главному пятерочку наших финалистов. Пятое место. Главный нахабан года. Асидан Апалек. Четвертое место. Петерков-Роман. Все было красиво, но... Ну и будет сразу. Роман, нахабан, 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 нахабан. Третье место. И бронзовый медаль вручает чемпион мира, практически хозяин водоема, лицо его. Что так порт? А ну вы, давай. Выучить надо. Давай, я бронзовый, я говорю его. Если ты помнишь, он столько не галит, что не выучишь. Итак, вручает Алексей Ковечков за третье место. Выбортов Ульянов. За две минуты, собственно говоря, поймал, где рыба. Что, как не понятно? Тридцать минуты. Мы его забывали. Они-то так хорошо. Выбирайся. Тридцать ульянов. Давай, убери. Тридцать ульянов. Десять, трист. Ульянов. Выбирайся. Второе место. Мой персональный водитель на этот турнир. Михаил Ягин. Шесть месяцев принял бы предплатно. И возишь меня, шесть месяцев предплатно. Причем эти три шесть. Понимаешь, они сами, они сами. Попишите, не забывайте. Пишите, не понимаете. Спасибо. Михаил. Первые двоя, пошлите ко всем. Первые. А что молчишь-то? Вот за что я их люблю? За скромность. Пятнадцать, десять, вон, в день. Ну, за жалко, за жалко. Он был потом в машине, мне все кто сказал. Один Юра. Первое место. Медаль. Вот что ты купил, достаточно. Я здесь, без закупки. Переходящий, кстати, купил. Шильдик, и потом все победеются. Шильдик, и потом в Акулу сделают шильдик. Ну, конечно, я ищу в Акулу. Никто не знал. Никто не знал. Первое место Юрий Вакулов. Как сказал Олег Васильев, у нас годы паузы собирает. Голодые слова. А у нас есть вот такая идея. Переходящий кубок был вручать в прошлогодний его обладатель. Шаги, где? Нет, здесь переходящий, это стариковое место. Шаги, где? мы Всем привет! Сегодня прошел турнир. Фишпарку арена год исполнился и в честь этого был проведен турнир. Турнир назывался Кубок Открытия арены 2019 год. Удалось занять второе место. Конечно, ошибки были, не без этого. Место свое мог реально поправить и быть первым. Если бы не одно но, которое я сейчас расскажу. Первый тур, жеребьевка, ловлю 25 рыб. В секторе со мной играл Дмитрий Галкин. Мы прям шли ноздря в ноздрю. Там нас отделяло то две рыбы, то одна рыба. Ну и по жеребьевке мне все-таки выпал тот сектор. Начинал я со второго сектора. Потом перешел в первый сектор и все-таки оторвался. Удалось оторваться. В том числе и на воблеры, и на блесны. На какие воблеры я ловил и блесны? Всегда я начинаю с моей любимой блесны. Это Норрис Руни весит 2,2 грамма. Цвет 01. И новинка этого года. Новый цвет. Очень хорошо себя показал. Такой вот желтый на золотой подложке. Это новинка. По-моему сотый цвет. Да, по-моему сотый. Вот. В общем, ловил на это, на эти блесны. Рыба держалась вверху. Обычная равномерка. Вот. Также был момент, когда поклевки затихли. И я взял рыбу на сороковой пражбу. Вот в таком вот цвете. Не одну рыбу, а рыбы две, три я взял на нее. На него. Вот. Дальше. Ну, 25 поимок. Я беру зону. Второй тур. Я ловлю 6 рыб. Также чередовал там. Где-то работали руни. Где-то уже работал тич. Вот такой вот новый цвет. 102. Очень крутой цвет. Вот. Чередовал с райзами. Тоже новый цвет. Такой. Вот. Взял 6 рыб. Это позволило тоже занять первое место в зоне. Третий тур. Тоже 6 рыб. Тоже первое место в зоне. Вот. И четвертый тур. Я меняю берег. И тут у меня... Ну, просто я потерял рыбу. Вот. Потерял рыбу. Поймал Агду рыбу. Были еще поклевки невнятные. В общем, с трудом закрылся одним постом. И поделил второе место 2,5 балла. Вот. И... Пятый тур. Тоже на этом берегу. Ну, тему подобрал. Очень круто. Заработал опять-таки птич 0,8. Вот. Вот. Очень круто. Заработал. Райс. В 22 размере. В таком цвете. Вот. Забыл упомянуть то, что в третьем и в пятом частично... И во втором туре нашел одну тему с блеснами мускурута. В весе 3,7. То есть, пробивал дно. Вот. И несколько хвостов удалось взять именно на дне. Это вот такой вот мой любимый кукурузный цвет. В весе 3,7. И вот такой вот зеленый цвет. В зеленом цвете также 3,7 мускурута. Я не знаю, почему многие их как бы игнорируют. Блесны реально очень хорошие и очень круто ловят. Вот. Что еще хотелось бы сказать. Ну, вот пятый тур. Тоже опять ловлю 6 рыб. И беру зону. Вот. Что-то добирал на кренкинг пупа. В таком вот слоновом кости. Цвете слоновой кости. И очень часто менял крючки. То есть, крючки менял. То есть, 2 рыбы, 3 рыбы и смена крючка. 2 рыбы, 1 рыба, смена крючка. Вот. Лучше как бы поменять вовремя, чем получить сход или холостую поклевку. Тут каждая рыба решала. Вот. Крючки на руньках 2,2 грамма я ставил. В начале тура я ставил серию SP-31K. Это турнирные крючки, которые позволяют за счет своего строения быстро освободить рыбу. Часто бывало, что рыба, заведенная в подсадчик, освобождалась сама. Вот. Что тоже увеличивало время. Вот. Возможно, в первом туре я за счет них и оторвался вперед, вырвался. Так же к блеснам руньки 2,2 я использовал крючки SP-31-0, номер 6. Вот. Для teach я использовал крючки SP-21-0, восьмерка. Это крючки на тонкой проволоке. И чтобы не забивать блесну, игру блесны такой легкой, приходится использовать именно эту серию. Вот. На массу круто 3,7 грамма я ставил крючки SP-31-0, семерку. Вот. Считаю, что они оптимально подошли под данный вес. Вот. Так. Ну, по спиннингам на крупные блесны и, в принципе, в весе 2,2-3,7 у скрута я ловил комплектом SP-62M. Намотан у меня здесь свеженький флюрокарбон трехлибровый от Seagora, куреха, так называемый R-18. Вот. Вот. Флюр классный. Я им ловил, ну, года, наверное, три назад. Вот. Обратно к нему вернулся. Ну, флюр хороший, действительно. Несмотря на его стоимость, флюр один из лучших. Вот. Вот. Комплектом на мелкие воблеры, райзы, я использовал SP-62L. Вот. В частности, вот райз, который весит грамм 22-ой райз. Так. Следующий комплект, это у меня SP-60. Им также я вначале использовал, ловил на него и с блеснами Иронии 2,2 и с москрута не ловил, с 2,2 блеснами Иронии в основном. Здесь у меня Монка Яматоя 3-х либровый. Вот. Также использовал с ним, ловил на него, с ним в комплекте использовал воблеры R-33. Вот. Следующий комплект у меня, это Ambitious, с тестом до 3-х грамм. Здесь у меня намотан эстер. И использовал я его с вот такими вот мелкими блеснами. Тич. Вот. Заброс вполне комфортный. Спиннинг все отрабатывал. Вот. Вот. Это вот классический комплект, который не меняется без соревнований в соревнованиях. В соревнованиях у меня. Вот. В нем я уверен. И, в принципе, буду дополнять. Дополнять буду еще, наверное, двумя спиннингами или одним. Ну, время покажет, посмотрим. Вот. Результатом, конечно же, доволен. Ну, когда обидно, что когда могу выступить лучше, но не выступил. Какая-то обида, наверное, есть. Ну, это мои ошибки. Чисто я их учел. Я их для себя отметил. Ошибки были, но на следующих турнирах буду исправлять. Так что вот так. Спасибо всем за внимание. Всем до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok